Программа, которая определяет скорость вещания и какие-то определенные нарушения, если они существуют. Вот. Не будем на этом концентрироваться, перезаходить. Сегодня у нас действительно ждет много интересной новой информации, ждет ага, нормализовался. Видите, сразу достаточно намерения, чтобы все нормализовалось, чтобы все пришло в норму. Великолепно. Галина говорит, что включила запись, все хорошо. Еще раз рад всех приветствовать. Крепко всех обнимаю. Сегодня будет, так как, в принципе, это мой первый вебинар действительно за последние полгода. Ну, я несколько проводил таких сам. Вот. В русском кругу. Но сегодня действительно такой мощный будет вебинар с передачей мощной силы из мест силы. Кто тут мне, Наталья спросила, как Германия. Германия великолепна. Как всегда, с любовью приняла меня. Вот. И очень много новых знаний получено, много энергии. Посещено огромное количество мест силы на острове Руян. Вот. Капище Аркуна, древние городища славян наших предков. Вот. Светилище, капище, жертвенные камни, дольмены, мегалиты, мистические круги. Вот. Кроме всего прочего, удалось побывать в мистическом месте Ундерсберг, на территории между современной Австрией и Германии. Великолепное место, которое называется Экстерштайны, где древние римляне, а потом позже древние германцы прославляли из-за бога Одина. Вот. Или Меркурий, или Гермеса. Суть одна и та же. То есть все боги, они в сварге едины, они проявляются через земной опыт, приходят на землю, чтобы давать людям уроки. Давать людям уроки обучать. А вот он, говорит, пишет, что слушает меня из Германии. Ну, еще раз огромный привет германским братьям, сестрам, друзьям и подругам. На самом деле Германия, это, наверное, сейчас единственная страна, которая сохранила все артефакты, все святилища, все капища, все древние славянские места силы. Максимально в первоначальном виде, насколько это позволяет, природа, несмотря на нарушение и обвал, а также осадку естественной почвы земли. Вот. Очень много таких удивительных, феноменальных мест, про которые никто не пишет, хотя нужно преподавать об этом в учебниках истории, в институтах, в школах и вообще с пеленок, дабы понять, что насколько были великие наши предки, насколько могущественна наша древняя русская культура, вот, как она распространялась по территории всей Европы, по всему миру. Это, конечно, отдельная песня, отдельная история, вот, мы к этому будем так или иначе возвращаться и подходить к вопросу денежного канала с точки зрения рода, родовых, проработок или недоработок, которые так или иначе существуют вот в нашей с вами жизни по тем или иным причинам, вот. Сегодня мы разберем интересные аспекты на подключку, какие существуют виды подключения к денежному каналу, когда люди приходят в места массового скопления народу там, да, и потом после этого какие-то пробои резкие в бизнесе возникают. Рассмотрим основные методы заполнения денежного пространства ЕРО, то есть ЕРО это одно из древних названий, так сказать, манипуры, чакры, зоны солнечного сплетения. Поговорим о теме, к которой почему-то никто практически исцелителей биоэнергетов не затрагивает. Тема важная для тех, кто ведет собственные группы, кто преподает йогу, кто преподает какие-то, может быть, знания, опять-таки, родовые, ведет тренинги сам. Здесь много таких, кто консультирует людей, работает с диагностикой. Такой важный аспект взаимосвязь чакр при усилении денежного канала. Почему какие-то чакры дают сбой? Почему мы где-то проваливаемся? Почему у нас, например, мы пытаемся работать через манипуры, но при этом у нас проваливается первая, там, четвертая чакра, да? Почему с цепкой не происходит? Вот эти все моменты, их нужно исследовать, наблюдать. С моей стороны, все это очень плотно, скажем так, исследуется, наблюдается не один год, уже более 15 лет, я эти вопросы, так сказать, досконально изучаю, с точки зрения именно опыта, именно первичного опыта. И, конечно, хочу передать максимальный опыт вам, всем, да, слушателям нашей сегодняшней встречи. Итак, поговорим также взаимосвязи рода, как у нас род, предки, проработки рода влияют на денежный центр человека. Ну, сегодня мы с вами практически тоже сделаем 100% практики, работающие, да, эффективные. Вот, может быть, кто-то, что-то слышал край муха, скажем, на моих прошлых тренингах и вебинарах, но основная часть знаний будет новая, так как, естественно, проходя какие-то витки жизни, мы получаем сызного опыта и можем более глубоко просматривать причины каких-то там блоков, затыков, кармических проблем. Вот, сделаем сегодня с вами обряд стирания программ, так называемых безденежья, когда у нас не только породы по карме передаются, а в результате каких-то программ, полученных, в результате, что человек мог там в интернете поймать, на тех же тренингах, когда, например, человек пришел на трансформационный тренинг, которые были так модны и популярны в 2000-е годы, в конце 90-х, а в 2005-м году пошли трансформационные тренинги и многие компании к нам приехали в Россию из Америки, и в результате либо того, что не было моральной поддержки, либо в результате того, что, скажем, были тренеры не до конца компетентные, человек провел свою трансформацию только, к сожалению, лишь там процентов на 50-60, а 40% он застрял. Соответственно, возникли какие-то определенные проблемы, вот, и финансовые затыки стало гораздо хуже. Если, скажем, раньше мог нам вести бизнес, то после этого недоработки все ужесточилось гораздо хуже. Будем это разбирать, а так как важно понимать, на какие тренинги мы приходим, какие цели мы ставим перед собой, что мы хотим от этого получить. Да, друзья, все, кто, у кого могут какие-то разбыли со звуком с картинкой, пожалуйста, попробуйте перезаходить своими именами. Замечательно, добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Вечер будет интересный и насыщенный, поэтому, как говорят, добро пожаловать. Если у вас под рукой есть свеча, зажигайте свечу об уголовне, создавайте благоприятную мощную энергетику и атмосферу. Но за этот месяц активно путешествий по местам силы Германии, скажем, через действительно такие мощные потоки живой силы энергии, которые просто побуждают человека двигаться семимильными шагами, я понял, что иногда знания приходят к нам совершенно естественным образом, не только через сны, через подсознание, они могут переходить как знаки через ситуацию, через других людей. Вот. У нас еще очень много людей присоединяется, добро пожаловать, приглашайте друзей, потому что практики, которые вы сегодня получите, они будут в стране эффективны, полнолуния. Во-первых, потому что действительно сейчас наступает фаза. Я, кстати, не посмотрел, новолуния у нас наступает скоро, но сейчас, по-моему, то ли сегодня, то ли завтра должно быть полнолуния, друзья, если есть чат астрологи, или кто следит за лунным календарем, делает обряды какие-то магические, напишите. Сегодня полнолуния, а я чувствую что-то, прилив энергии. Вот. Благодарю, друзья, что сразу подсказали. Утром было, да, Ксения говорит. Ну, замечательно. Замечательно. Друзья, сразу терминология сперлуния. Я благодарю вас, что вы подсказываете. Вообще, хорошо, когда мы будем работать, чтобы была обратная связь, и когда я буду, скажем, концентрироваться на состоянии, задавать какие-то вопросы, было бы неплохо, чтобы вы тоже отвечали, как-то мы немного дискутировали, но новолуния 30-го. Ну да, получается, новолуния нападет на 30-го. Маргарита тоже подсказывает. Итак, я подготовил такую интересную программу, чтобы мы немножко встряхнулись, да. Сейчас у многих людей возникает такое ускорение, мы прошли череду затмений, солнечные затмения, лунные затмения, кольцевые затмения было солнечные, да, то есть после 16-го сентября все прекратилось, 17-го сентября началась новая фаза. У многих людей были провалы, энергетические какие-то, в бизнесе, и сейчас вселенная побуждает нас к очень мощному развитию. Дабы мы вошли с вами в 17-й год измененными, обновленными, с хорошей переоценкой тех ценностей, которые мы получили в результате обучения, в результате уроков. Мы знаем, что по древней славянскому мировоззрению мы с вами живем на матушке земли, вот, есть рок, как некое понимание рок, как судьба, но не в том плане, что она уже создана, мы не можем изменить, но мы получаем с вами через этот рок определенные уроки, чтобы делать правильные поступки, правильные выводы, например, изменяться и расти максимально экологично, без ущерба для собственной психики, для собственного здоровья, для энергетики. Вот, и сейчас настало время для мощного роста. Почему вот эта тема сегодня затронута? Оленька, добрый вечер. Я уже смотрю многих людей, я лично познакомился в Германии, были в Баден-Бадене на тренинге, кто-то ездил на Рюген, на остров Руян, на остров Гуян, очень многие были в Москве, многие были на озере Светлояр под Нижним Новгороде. Вот, в принципе, вот эти знакомства, они, конечно, очень сильно вдохновляют. Некоторые вещи мы знаем, что невозможно купить за деньги, такие как, например, верную дружбу, любовь, семью, вот, но также, как и искреннее общение, которое приносит массу удовольствия, приносит вот такой некий сакральный опыт. И, наверное, даже два человека могут молча сидеть, при этом они прекрасно, великолепно общаются. Мы с вами это тоже понимаем. Вот. Хорошо, что здесь присутствует какое-то количество людей, которые соприкоснулись именно с живыми энергиями, с живыми энергиями в то время, когда мы с вами сидели вечером у костра в Аркаиме или еще где-то. И, соответственно, прорабатывая себя, свои энергии, свои живые, свой род, каждый из вас очищает пространство. очищает пространство вокруг, каждый из вас пробуждает тысячи людей себе подобных вокруг, которые готовы пробудиться, перейти на новый уровень божественных вибраций, скажем, вибраций, тех, которые древние хранители, боги, предки, пращеры, несут нам через мир праве, да, через мир божественной сварги, небесной сварги. и постигая вот эту мудрость божественную, мы, безусловно, очень сильно помогаем человечеству и человеческому роду к новому свершению, к новому пути. У нас с вами открывается все совершенно на другом уровне. Это очень классно. Итак, что бы я хотел сейчас обсудить в первую очередь. Вот это тонкий момент, про который очень многие почему-то забывают. Какая существует действительно взаимосвязь всех чакр при усилении денежного канала? Алена Игорь чувствует в ногах энергию. Сейчас энергию Руяна мест сил Германии и не только будет просачиваться в ваши тела. Я для тех, кто впервые, может быть, меня совершенно не знает, хотел бы познакомиться с вами таким энергетическим образом. У вас будут необыкновенные ощущения разные в течение нашей сегодняшней встречи. Поэтому просьба акцентироваться не на словах. Даже не старайтесь не придираться лишний раз, потому что у каждого свой опыт, свои школы какой-то. Ловите ощущения внутри себя. Вот как у вас энергия начинает двигаться по телу, наблюдать. тонкая работа будет идти с каждым, кто пришел. У нас сейчас большой круг, более 200 человек в комнате находится и будет сейчас еще больше. Соответственно, пользуясь таким великолепным случаем, мы будем сейчас прорабатывать не только свой денежный канал, свой род, но также будем прорабатывать все кармическое кольцо ближайшее. То есть за счет таких усилений будут благоприятные так называемые подвижки у всех ваших родных и близких, даже которые не осознают, которые живут скажем, не до конца осознанно. Но это очень интересный опыт, когда собирается огромное количество духовно пробужденных или стремящихся к пробуждению личности. Вот. И конечно это такой начались любимые вопросы подковы скалавратом спиной какого материала. Но уже хорошо, что не спрашивают почему волосы длинные, почему не расчесанные, почему татуировки, почему футболка розовая, где футболка такая черная. Вот. Повторю. Давайте все-таки пожалуйста сконцентрируемся мы с вами на нашей сегодняшней встрече, на общении. Потому что неважно из чего сделана подкова. Главное это подкова, которая в душе и в сердце приносит нам удачу и везение постоянно. Это более важно, более серьезно. Итак, смотрите, такой интересный момент, когда мы знаем несколько таких, можно сказать, даже механических способов вселения Нижнего канала. Очевидно, что большинство людей, большинство людей, они проходят какие-то определенные практики, определенные тренинги. Все люди, которые занимаются бизнесом, 100% занимаются либо спортом, либо усилением манипура. Это бег, это велосипед, это пресс, это гимнастика, это дыхательные какие-то системы, это пранаяма, это цигун, это йога. Это все усиливает. Также есть, скажем, конкретно магические способы для усиления Нижнего канала. Например, ставы, рунические гальдороставы, ставы, то есть руны вязи, рунические, рунические формы так называемые, есть так называемые потоковые энергии, которые мы называем как рейки, но не рейки, там есть, скажем, стихийные элементы, работа со стихийными, работа с духами, элементарными и так далее. Но это уже церемониальные магии и так далее. Потом есть работа, когда мы усиливаем через кристаллы. Про кристаллы мы немножко чуть-чуть отдельно поговорим попозже, как кристалл влияет на нашу манипуру-чакру. Но есть, скажем, методы, которые использовались очень много биоэнергетами, экстрасенсами в 90-е годы, когда первая волна была. И в Германии даже в одном университете экстрасенсорику преподавали в Березинском университете. Были учебники, например, по усилению денежного канала. То есть люди усиливают чакры, крутят манипуру, делают какие-то медитации, ничего не меняется. Они как сидели на диване, денег не было, так и нет. Деньги не приходят к кармане, как бы упустят. Так и есть. Возникает вопрос, почему какие-то определенные практики нам не дают реальный результат, потому что практика без теории, так же, как теория без практики не работает. Вот это вообще такой момент, вы знаете, что на самом деле зачем заниматься этим? Зачем ходить на тренировку, когда у тебя бока, целлюлит, еще что-то? То же самое. Когда мы применяем какие-то вещи, они должны быть рабочими, они должны быть эффективными. И тут возникает момент, где мы проваливаемся, где происходит утечка. Тут играет как раз роль, которую мы затронули взаимосвязь чакр при усилении нижнего канала. И, например, более 15 лет я занимаюсь чистками магическими, ставлю защиту, чистки, и я заметил такую вещь. Если человека пробили энергетически или магически, профессионально, пробили по чакрам, пробили со стороны спины, то никогда, очень редко бывает, что пробит один центр, одна чакра. Например, чакра здоровья первая, да, Малдхара. Обычно идет связка сахадом. Первая чакра, вторая, садхистана сексуальная, да, и четвертая идет по сердцу. Еще чаще всего бьют, помимо анахаты, вишутху, голову чакру пробивают. Это момент связан с энергетическим замещением. То есть, это, скажем, уже такая вредоносная магия, чтобы человеку помочь, поставить чистку, надо все эти процессы знать изнутри. То же самое, когда мы набираем энергию и усиливаем денежный канал. Это вопрос очень серьезный, для тех, кто вообще занимается магией, биоэнергетикой, скажем, это будет некое определенное откровение. Если у нас от природы заблокирован какой-то центр в результате комплексов какого-то насилия в детстве, перинатальных травм, то есть травм, полученных в утробе, до утробного, после утробного периода, во время, когда уже, скажем, ребенку до года, идет какой-то определенный мощный провал психический, допустим, по второй, по четвертой чакре. И вы, допустим, стали духовные, прошло 20, 30, 40, 50 лет, неважно, и вы начали заниматься прокачкой манипуры. Что происходит? Прокачивая манипуру, у нас идет замещение на те центры, происходит замещение на те центры, которые были до этого либо пробиты, либо провальны, либо в результате каких-то перинатальных и родовых программ заблокированы. То есть, да, вроде бы чуть-чуть больше, там, решетка заработала, творческий центр, немножко там может быть сексуальная энергия пошла, но в результате этого возникают сильные проблемы с пищеварением, с кишечником, возникают боли в области живота, манипуры. Это, кстати, причина того, что либо у нас манипура ненормально работает, либо пробили. Почему? Как определить, что пробили, либо собственные программы негативные. Как раз острая боль в кишечнике, в поджелудочной, это проблемы с диафрагмой, это проблемы с пищеварением. Мы знаем даже по психосоматике, если проблема с пищеварением какая-то конкретно существует, значит, мы взяли в жизни в себе какую-то такую определенную задачу, которую не можем переварить, которую мы не можем справиться вот таким образом, что закрыть и все и забыть. Понимаете? Это очень важный момент. Валентин спрашивает. Да, Германию очень люблю, полюбил, в этом году два раза там присутствовал. Да, жупар, я провожу индивидуальную консультацию и чистки, можно будет об этом узнать потом. Ссылочку Галина скинет. Пишет, ужас, что за секта, такая нормальная секта. Если тебе не нравится, ты можешь выйти в любое время, прямо сейчас, например, и вообще не заходить туда. Тогда никаких проблем вообще нет. Но почки, проблема с почками, это когда, мы опять-таки знаем, это гневливость, когда человек ерится, гневается, да, вот у него проблемы может быть с почками. Это, но прежде всего почки это страхи. То есть это очень определенные проблемы с страхами подсознательными, которые выходят. Да, сейчас Галина ссылочки скинет. Так вот, вот этот момент, скажем, прежде чем работать конкретно с прокачкой манипуры, чакры, денежного канала или Ярова по-славянски, необходимо выявить, какие у вас есть пробитые зоны, слабые зоны, какие чакры не проработаны, может быть проработать на предмет утечки, есть ли подключки энергетические, может быть, если кто-то в свою очередь вам посыл какие-то бромастеры, энергетические стрелы, запустил, знаете, так вот бромастера, как из лука пробили и устранить. Вот этот момент очень важный. Когда мы устраняем вот эти все вещи, тогда у нас происходит равномерное заполнение. Осполнение, наполнение, тогда уже можно делать какие-то там афирмации, можно работать конкретно с денежным потоком, тогда можно, скажем, уже прокачиваться там через порт, потому что мы знаем, что на самом деле любая активная двигательность, опять-таки, там велосипед, скажем, работа непосредственно с зоной солнечного сплетения будет уже усиливать денежный канал. Маргарита подсказывает друзьям, у кого там что-то зависание происходит, пожалуйста, обновите, перезайдите, все, проблемы не течет. Ну ничего, на самом деле интернет такая вещь, она не всегда, к сожалению, стабильная, но, тем не менее, позволяет нам с вами собираться, здесь и работать, обсуждать очень интересные вещи. Вот этот момент я хотел, чтобы вы взяли на заметку, чтобы мы проводили либо самодиагностику, либо если мы не способны самостоятельно провести эту диагностику, то, безусловно, чтобы мы обратились к специалисту, кто может диагностику по центрам, по чакрам сделать, и подсказать, где есть слабые места, на что, собственно говоря, стоит вообще обратить внимание, безусловно, найти еще причину, первую причину, почему такая проблема возникла, и уже с этим конкретно работать. в принципе, устранив вот эту причину, у вас идет такой, на самом деле, мощный подъем, мощный поток. Ну, сейчас в комнате пребывает количество участников, в принципе, может быть, из-за этого комната такая начинает, как резиновая растягивается, ничего страшного. Давайте, любые трудности, они только усиливают интерес к работе, вот, и мы получаем с вами ответы на все свои сакральные, сокровенные вопросы. Итак, ну, вот, девочки подсказывают, благодарю, что можно сделать, чтобы устранить проблему. Может быть, такое, кстати, что у вас, у провайдера слабый интернет, и действительно, картинка будет тормозить, ну, если вы оставите чисто звук, вот, вот, то, безусловно, скорость будет выше. Наталья спрашивает, а как проработать родовые проблемы? Ну, Наташа, не торопись, все, по очереди у нас в течение нашей сегодняшней встречи, будем так говорить, эта тема, она будет освещаться довольно подробно, одно следует с другим, не поняв одну причину, невозможно понять и осознать другую. Так что, немножечко терпения, все получите, все будет, да. вообще в этой жизни, вы знаете, когда мы затеваем какие-то глобальные, ну, знаете, проекты, такие, ну, серьезные проекты, покупка квартиры, постройка дома, переезд в другой город, в другую страну, планирование даже участка, там, скажем, да, садовые деревья, очень важно иметь терпение, вот, касаемо работы, вот, например, с энергетикой, с магией, там, неважно, с рунами даже, очень важно иметь терпение. Когда мы с вами понимаем, что Вселенная, вот, все, что мы хотим, в позитивном ключе, нам Вселенная, безусловно, дает все, что нам необходимо. Нам приносит это, вот, именно в тот момент, когда мы это готовы воспринять. Вы знаете, вот, даже вот, такой пример, иногда вот вы читаете книгу, берете, вам кажется, что она пустая, там нет содержания. Проходит каких-то 8-10 лет, вы превращаетесь из подростков, таких зрелых мужей, женщин, да, таких красивых берегинь, вот, и берете, например, книгу, на тот же Трансерфинг реальности Вадима Зеланда, которую вы воспринимали в 8-м классе, в 10-м. Я, например, в 9-м классе начал читать. Но потом каждый год перечитываю, находил что-то новое. Приходит момент, когда вы готовы, точку в русло, прям струю, вы воспринимаете гораздо глубже, гораздо больше. Поэтому важно учиться слушать, вот, и очень важно не бежать впереди паровоза. Это я так вас деликатно, очень мягко и нежно пытаюсь подвести к тому, что не спешите. Все знания, которые необходимы, они придут к вам. Придет ваш учитель, придет наставник, вот, и понимаете, вот на самом деле наставник появляется не когда вы хотите, типа, я хочу наставника, я крутой, духовно просветленный, в Тибетной Кайласу 10 лет езжу, да, а когда вы готовы, вселенная дает вам учитель. То же самое с семьей, то же самое с любовью, то же самое с детьми, то же самое с жильем, на самом деле, да, то же самое с работой мечты. Вот, когда вы не готовы, вам нечего дать, например, там, как жене, будущему мужу, или там, как матери, будущему ребенку, или, скажем, будущему руководителю для коллектива, вам эта вселенная не даст возможность, понимаете, вас будут отбегать, ты немножко поучись, ты вот немножко там вот, почитай книжки, там, помедитируй, что-то еще такое. И когда будешь готов, я тебе дам все в лучшем виде. Анатолий тоже говорит, три года читай, а потом дошел. И в этом, кстати, на самом деле, нет ничего плохого, нет ничего постыдного, что мы признаем, что иногда, вот даже на спортивном примере, я занимался спортивным тренерством, детей тренировал в свое время, там, восточное единоборство, там, дети бывают, допустим, с 7 лет, группа там, с 10 лет, условно говоря, с 15 лет, уже подростки, да, иногда маленькие дети, они схватывают информацию гораздо быстрее, чем взрослые. Знаете, почему? Вот я могу, видео, однажды я учился кататься на сноуборде и обратил внимание, как учат маленьких детей, которые там, 7-8 лет. У них вообще нет страха. Их только поставили, одели шлем, защиту, и они поехали. Причем, они едут очень уверенно, никаких проблем не возникает. Почему? То же самое в коучинге, то же самое в маркетинге, то же самое в любых знаниях, там, в энергетике, что хотите. У них нету программ страха, нету программ ограничения. Они знают, что, в принципе, если удариться, будет больно. Но если я сейчас не поеду быстро, то я никогда не узнаю, как это ехать ветерком в лицо, понимаете? И вот нам с вами надо этому учиться у детей. Учиться у детей, вот этому качеству убирать страхи, убирать программы, убирать вот ту опасность, которая нас перекрывает и тормозит. Когда мы ходим с вами на какие-то тренинги, там, опять-таки, на коучинг, как стать миллионером, я не знаю, там, как открыть свой бизнес, как стать успешным, как выйти замуж, что у нас срабатывает в первую очередь? Почему тренеру очень трудно с нами работать? Срабатывают старые еще какие-то совковые, пионерские программы. Это нельзя, деньги стыдно, торговля плохо. Помните, в Советском Союзе, в САВДЕПе все плохо. Хорошо только советская власть, все. Коммунизм, это хорошо, а световое будущее, все остальное плохо. Коммунизма нет давно, но программы, к сожалению, остались. Я не то, что там говорю, что сейчас эти плохие, эти хорошие. Мы должны идентифицировать, мы должны находить эти самые программы, поставленные либо в школе, в институте, в садике, либо даже в телевизоре. Так что, люди, прекращайте смотреть телевизор, начинайте читать книги умные, успешных людей, здоровых, счастливых. И вот эти программы обнулять и стирать. Сегодня мы будем делать с вами обряд стирания программы безденежья. Поэтому я еще так совпало. Я, кстати, не планировал именно сегодня выступать. На самом деле был сильный переезд, полтора месяца путешествий, полтора месяца не было дома, только вот несколько дней назад вернулся к себе, увидел свою семью наконец-то. И получилось, что осенью первый вебинар приходится в день полнолуния, когда настолько мощные энергии из мест силы это, конечно, такой подарок для всех нас и для меня тоже. Пусть он будет действительно для всех эффективным. Я желаю, чтобы у всех сдвинулись какие-то финансовые моменты, чтобы благоприятие наступило. Пусть все блоки уходят. Да, ну, на самом деле простота, простота, она показывает нам, вы знаете, эффективность. многие вещи, они могут быть сложные сами по себе, вот, даже там в тренингах, вот, и вот эта сложность, она пугает людей. Поэтому простота в техниках, там, в медитациях, в практиках, даже там, еще в каких-то вещах, она, безусловно, ускоряет процесс восприятия. Так, вот, Жанна меня задает вопрос. Друзья, с вашего позволения, я буду отвечать на вопросы по теме, на которые посчитаю нужным, ну, корректно. Какие-то вопросы, может быть, оставлю в конце времени, да, так быть честно. По поводу вегетососудистой гистонии, вот меня Жанна спрашивает. Вы знаете, вот, если сейчас я вам начну говорить там про медицину и так далее, вы знаете, вот, и в медицине есть хорошие люди, там, да, и среди целителей есть шарлатаны. То есть, там, скажем, и в правительстве есть порядочные люди, там, есть взяточники, и коррумпированные люди везде. Конечно, надо понимать, что медицина в целом это система, и система, которая подчинена собственным законам, у которой есть собственная задача, понимаете? Но с другой стороны, опять-таки, если мы сами дружим с головой, если мы знаем, там, элементарные законы вселенной, мы знаем, как вот, какие можно травки пить, чтобы заменить. Я, например, с детства не пью таблетки, я пью только травы, не пью черный чай, кофе, вот, то есть, ем, ну, фрукты, там, вегетарианскую пищу, но извините, я не хожу в больницу, да, и проблема не в том, что я такой, а таких, как я много, таких моментов много, но я не хочу обсуждать, потому что это, ну, как бы, Жанна, это определенный негатив, но не хочется тут негатив развивать, отдавать этому негативу энергию, понимаешь? Скажем, ну, я в курсе этих вещей, вот, ну, просто не хочу, как-то вот, искусственно создавать, сотрясать воздух, вот. Безусловно, надо стремиться к автономности, и к полностью независимости, вот, к независимости от системы, как таковой, от этой медицинской, для этого нужно каждое утро делать зарядку, ходить в баню, пить много чистой воды, кушать фрукты нормальные, небрызганные, там, пестицидные, которые можно найти. Вот, и, кстати, у меня начинают говорить, да, что там сейчас все ГМО, да, неправда, вот даже в Германии находился месяц, да, прекрасно, куча есть продуктов великолепных, и в Европе при желании можно найти. Кстати, в Германии не запрещено выращивать в огороде собственные овощи и фрукты, что замечательно, что великолепно. Друзья, тот, кто хочет, тот найдет возможности. Кто не хочет, тот найдет тысячи причин. Вот и все. Так, как избавиться от бессонницы? Значит, у меня есть методика разработанная, именно, по работе с бессонницей, опробована примерно на пяти людях, на пяти моих пациентах. Вот, обращайтесь, берите индивидуальную консультацию, я вам помогу. Да, Анжелика, я, у меня есть семья, если вам это так интересно, женат. Итак, друзья, видимо, количество вмещаемых людей в комнате возрастает до максимального предела, поэтому перезаходите, все хорошо, все замечательно. Интернет может немножко, скажем, не выдерживать количество людей в комнате, уже больше 260 человек все заходит и заходит, так что ничего страшного. Соответственно, практики будут очень мощные, будут очень сильные, для нас с вами это огромный плюс, нежели... Да, друзья, вот, я как бы не силен в компьютерах, но знаю, что есть у вас проблемы, можете попробовать, зайти через браузер, либо Google Chrome, там, Internet Explorer, другие браузеры попробовать, проблем не будет, ну вот, можно перезагрузиться, попробовать. Ну, здесь все подсказывают, все хорошо, очень позитивно. Так что вы поняли, да, прежде чем поработать конкретно с непосредственно манипурой чакрой, вообще с денежным каналом, необходимо диагностировать пробитые зоны, где у нас утечка, выявить, где утечка, устранить причину, найти эти причины. Я также занимаюсь данной диагностикой, кто хочет, может, опять-таки, взять у меня консультацию, вот ссылочка у Галины есть, обратиться, написать, вот, я подскажу вам эти моменты. В целом, в принципе, такое бывает, к счастью, не часто, такое бывает очень редко, вот, вот, напишите, я потом после вебинара на все вопросы уже пару отвечу, хорошо, да, и пусть у всех все будет в порядке, классно. Ну, Владимир, я думаю, что запись будет все хорошо, благо, Галина сказала, что записывает. Итак, вот этот момент мы отслеживаем, у нас автоматически решается ряд вопросов, снимается ряд задач, когда мы отслеживаем пробитые зоны, вот, и опять-таки, как определить, как провести самостоятельно, не прибегая к помощи экстрасенсов, там, не знаю, аэрологов, гадалок, гадалки, знаете, вам рассказывают столько историй, что вы потом будете бегать и думать, а как же мне с этим что-то еще делать. Итак, диагностика денежного канала на подключение. Есть ли, скажем, какие-то энергетические подключки к мини-пурича к региону зоне РОА денежного канала? Во-первых, само по себе замечается, резко прекращается финансовый приток. Это может быть сбой, определенный, там, по финансам, бизнесе, еще что-то такое. 100% острая боль, как будто ножом кто-то ковыряется в манипуре. Это отключенная, агрессивная подключка. Может быть, ощущение все время сжоги, несварения желудка. Не просто один, два, три дня, а в течение месяца. Понимаете? И никакая там сода не помогает защевачиванию. Дальше, следующий момент, очень важный, который мы должны учесть. А вот Анжелика спрашивает, если деньги непонятно куда уходят. Надо смотреть, не совершил ли ты ошибку, вложив деньги в непригодный проект. Это уже, как опять-таки, индивидуальная работа, потому что нам говорят, ой, деньги вложишь, все там, разбогатеешь, а изначально нужно было прийти, там, скажем, к специалисту или даже к маркетологу, даже к другу, который в бизнесе что-то понимает, и он либо тебя отговорил бы, либо объяснил, там, например, перспективы, например, плюсы и минусы. Чисто опыт, чисто бизнес опыт, ничего, никакой магии. Вот. Вот Галина советует такую проблему с компом, людей много, энергетика сильная, попробуйте поставить рядом с компьютером зажженную свечу и таким образом сбалансировать, сгармонизировать пространство. Вот у меня тоже свеча горит, горит ровно, никаких темных вибраций нет, наоборот, только позитивные светлые, я вижу огромное количество очень сильных людей, с мощными энергиями, вот, приятно видеть, слышать, наблюдать. Конечно, безусловно, когда мы вошли в эпоху водолея, работа с денежным каналом ведется как тонкая, тонкая работа. Почему тонкая? Мы понимаем, что деньги это наш инструмент для достижения таких-то целей. путешествия, семья, те же семинары, тренинги, они требуют финансовых вложений. Вот, и те люди, которые осознают, что это тонкий инструмент, который приносит нам удовольствие, радость, они не привязаны к деньгам, не зависят, но при этом они с ними дружат, они их имеют. Вот, соответственно, надо понимать, что деньги это та энергия, с которой нужно уметь правильно обращаться, чтобы эту энергию не нагнетать, не спугнуть, не передавить, а дабы эта энергия работала на нас и во благо нашего рода, нашей семьи. Это очень такой тонкий момент. И, как определить подключку? Мы можем по тем симптомам, которые я перечислил, да, сейчас, сжога, боль, болевые ощущения, негатив, утечка денег. Это первые признаки того, что есть какая-то подключка. Вторая, например, у вас все хорошо, там, бизнес, постоянный приход денег с разных источников, там, оттуда, оттуда. Допустим, есть человек работает, у него есть пассивный бизнес, пассивный доход. И резко все прекращается. И я советую в таком случае что сделать? Возьмите лист бумаги и напишите, до этого момента, где вы были, с какими людьми вы встречались, на какие тренинги, семинары, встречи вы ходили, с кем вы контактировали, пропишите имена, фамилии, проанализируйте. Можно маятникам даже проанализировать. После встречи с каким человеком, или с группой ЛЕЦ, или после, например, какого тренинга, у вас произошел финансовый сбой. За 5 минут, поверьте мне, пожалуйста, за 5 минут можно определить, кто вас либо сглазил, либо к вам подключился. Ничего сложного нет. Но на самом деле это тоже как бы не панацея, это не решит вопрос, но вы будете знать, что с этим человеком не стоит открыто говорить на финансовые темы. Вообще, введите, пожалуйста, правило, никогда никому не давать спину, особенно позвоночник, кроме своих родных и близких, там, дети, муж, жена, мама, папа, друзья, понятно, близкие, там, которым вы доверяете. Всем остальных мы спину и позвоночный столб не даем. Не массаж, не обнимание какие-то там, не что-то такое, потому что через спину можно делать очень много всяких нехороших вещей. Спину нужно беречь, это важная энергетическая зона, понимаете, да, о чем я говорю. Таким образом можно мгновенно диагностировать, определить, насколько есть провалы, пробои. Также есть секретные мантры. Но массаж, от света, массаж нужно ходить тому человеку, которому вы доверяете на тысячу процентов. Скажем, вы ходите 10 лет, там, 5 лет или 3 года, ну, вы знаете по рекомендации, что человек, во-первых, у всех людей, особенно у женщины, работает великолепная интуиция. И поверьте мне, любая женщина, любая женщина, которая настраивается на поле собеседника или там мужчины, женщины, она может определить за 3 секунды, пойдет она на массаж или нет. Хочет она покупать фрукты на рынке у этого человека, фрукты свежие, или она пойдет к тому, к другому, у кого на самом деле они нормальные, понимаете. Нужно слушать сердце, а не мозги. Тогда все будет нормально. Булавка на спине может защитить, если вы умеете с этим работать, если вы знаете эту магию. Но, если человек профессионал, то, к сожалению, булавка не поможет. Если все равно приобняли, держась за спину, как снять влияние? Ну, как снять влияние? Тут есть несколько методов. Можно через воду, обмоление, например, в ледяном источнике в каком-то, да, чистейших озерах, природных, можно через огонь, можно обратиться, например, ко мне, да, специалисту, дабы привести шаманскую чистку. Там есть несколько методов. Это зависит от необходимости. Во-первых, нужно опять выявить. Вообще, чаще всего люди склонны придумывать, воображать себе что-то. Проблемы нет, они себе придумывают. Понимаете? Прежде чем идти на чистку, надо диагностику провести. Операции или уколы на позвоночник. Но к этому нужно очень осознанно относиться, потому что спина и позвоночник это зона, во-первых, смерти, жизни и смерти. У японцев спина и смерть означают одно и то же, одним и то же словом. Во сне мертвые приходят, у них не видно спины. У них нет спины, они спиной никогда не поворачиваются. Через спину можно забрать много лет жизни, несколько лет жизни. Можно забрать любые жизненные энергии. А можно, наоборот, напитать человека. Со спиной имеют право работать только грамотные целители, мануальные терапевты, массажисты, остеопаты, люди, которые с точками акупунктурными работают, но, скажем, опять в тельте, которым вы доверяете интуитивно, либо по рекомендации близких вам друзей. Понимаете, о чем я говорю? Это очень серьезно. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно, не играйте в эти игры. Если вы идете где-то там, как в Москве проходит выставка здоровья, китайцы там метр на метр какая-то кабинка, чуть ли не в туалете, они делают массаж, люди приходят, к ним на этот массаж за 500 рублей, а потом не могут разогнуться по полугода. Понимаете, о чем речь идет, да? Не надо ходить вот так вот по этим дешевым выставкам к этим китайцам. Идете вы к своему человеку, к которому ходят все ваши родные, и в каждом городе есть такие люди, к которым надо обращаться именно по рекомендации, которые могут вам помочь. Остеопаты, опять-таки, мануальщики, которые выправят ваши проблемы с позвоночником. Вот, и про других забудьте. Все. Иначе это может быть небезопасно. Лена пишет, мурашки в районе лопаток, чувство холода. Не обязательно, нет, не обязательно, что это могут быть привязки. Ты знаешь, это индивидуально, это очень индивидуально. Да, повторю, что не нужно давать себя обнимать посторонним, неизвестным людям. Наоборот, детям, мужу, жене, родителям нужно давать. Это люди, которые дают вам любовь. С родными, близкими, друзьями обнимайтесь, но с людьми незнакомыми этого дело не стоит. А если мой мужчина делает мне массаж? Ну, Лариса, тебе повезло, тебе сейчас все женщины завидуют, вот все, кто в комнате есть, тебе сейчас 260 человек позавидовали. Представляете, какой мужчина делает массаж? А то он многих придет домой, включит телевизор, понимаешь, пельмени сварит и спать ложится, а тут делают массаж. Видишь, как тебе классно привезло. Но в Индии, опять-таки, вот Галина пишет, в Индии делают аюрведический массаж. Много специалистов, прекрасных, великолепных специалистов по аюрведе и много шарватанов. Но, в принципе, в Индии это культурировано и культуризованно, то есть там есть культура аюрведы. Понимаете, у нас культура только развивается, она только начинает восстанавливать свои корни. Так, Лена спрашивает, что у меня между лопаток очень часто вибрация. Это нормально, это признак, во-первых, открытия ясновидения, во-вторых, это связано с так называемой точкой сборки, которая подробно у Кастани дописана и у ряда магов. Это связано с изменением сознания. То есть, просто надо быть аккуратным, скажем, это у тебя мистический дар открывается. Вот так вот, я тебе могу сказать. А вот с массажистами очень другой вопрос, Люба спрашивает, я массажистка, она поясняет, что профессиональный мистера, и все же были случаи, когда с меня тянули нервы. Для этого необходима личная магическая защита, личные обереги, это может быть энергетическая защита. Также есть определенные правила. У меня много просто коллег, целителей, да, такие, кто работает со спиной тоже. Во-первых, зажигать свечу, когда ты работаешь с пациентом. Во-вторых, личная защита на тебя, и в-третьих, каждый раз после массажа мыть руки. Мыть руки проточной прохладной водой из-под крана. Понимаешь, да? Понимаете, о чем мы говорим? Много здесь и массажистов, и людей, кто работает со здоровьем, но техника безопасности в принципе общая для всех. Тут никаких таких секретов нет. Опять-таки, вот кто-то пишет у меня там в ранее верхних позвонков ощущается холод. Я думаю, что это забор энергии. Это может быть не забор энергии, это может быть твои ощущения энергетические, чисто, например, экстрасенсорные. Всегда все индивидуально, не нужно все под одну гребенку. Где-то там увидели в интернете, статью прочитали, что там написали, и может быть все совсем по-другому. Вы поймите, что все строго индивидуально, нельзя все в одну кучу валить. Надо всегда индивидуально, персонально просмотреть, что происходит. Ну, операции на позвоночник. Если есть такая потребность, и без этого не обойтись. Понимаете? Но есть такие люди, как, например, остеопаты, костоправы, целители, которые без операции делают все вещи, необходимые для позвоночника. Вот найдите в своей жизни таких людей, создайте намерение во вселенной, которое даст вам возможность притянуть таких людей. Они вам помогут. Понимаете? Ну что, двигаемся дальше. Вот, оставьте там, может быть, парочку вопросов, в конце разберем. Я сейчас хотел поговорить все-таки о, значит, такая тема сакральный род, наши предки, потом после этого мы сделаем обряд, мы мощный сделаем обряд, и сегодня еще поработаем также с родом. Итак, почему очень важно знать свой род, своих предков, очень важно понимать, как род влияет на денежный канал, на, в принципе, финансовое состояние наше, да? Дело в том, что, когда нам говорят, что там славяне, древние люди, русы там, они жили бедно, цивилизации не было, это бред. Почитайте Махабхарату, почитайте Ромаину, почитайте Веды, как жили ведические цари. На России были только ведические цари, понимаете? И я, например, был и своими глазами видел такие святилища, как Аркона на острове Руян, различные древние капища, сооружения, где до сих пор германские народы в своих мифах, сказках и преданиях рассказывают, что древние славянские племена жили необычайно сказочно богато. До сих пор находят обереги из золота, сундуки из золота, малых Руян, да? Это говорит о том, что предки жили необычайно богато, а бедности речи не шло. Тем более, что на самом деле проблема с финансами это напрямую проблема с родом. если есть финансовые сбои, пробои утечки, это значит, что есть проблема в роду. И род необходимо прорабатывать, необходимо выявить, где идет какой-то определенный такой сбой, да? Кто, например, в роду сделал какое-то определенное преступление? Или, например, кто в роду у нас, скажем, может быть, были монахи, там были отшельники, люди давали обеты без брача, обеты безденежья. Соответственно, из-за этого прописывается программа. Программа прописывается в ДНК, прямо, знаете, красной нитью. Рождаются дети, внуки, правнуки, и у них тоже возникают проблемы. Из-за того, что их прапрапрапрапрапит какой-то, дал обет безденежья. Сказал, все, я монах, я отрекаюсь от мира, обонтрекся там, от женщин, грубо говоря, от денег, еще от чего-то. И что? Он переоплощается, душа рождается заново. Но рождается, как будто ограниченные, обрезанные. Но хочется-то пожить и красиво, и машину красивую, дом, семью. И урочек там влюбляется, и не нужно содержать семью, красивую женщину, одевать ее, кормить, возить на море, а денег нету. И мы начинаем смотреть, в чем проблема. Проблема может быть в родном, ну, кстати, не обязательно, вот Нина пишет, у меня в роду были монахи-монахи, а, кстати, не обязательно, что монахи отрекались. Но в 16-17 веке, вот, например, это было распространено, когда монахи там в определенных религиозных течениях, они прямо-таки действительно отрекались, именно отрекались в том числе от каких-то мирских благ. Но при этом, к сожалению, это транслируется на будущее поколение. Такая задача есть. Я не говорю, что это проблема, но это задача. Понимаете? И как это задача, это задачу можно проработать. А вот как это узнать, Калина, мы сегодня будем об этом говорить, и сейчас мы будем делать обряды, прорабатывать и через рот, и будем убирать вот эти программы все. Сегодня у нас прям онлайн, вы получите вот эти все мощные практики. Анатолия Мироненко тоже пишет, у него родного брата проблемы с деньгами. Нет, а у меня есть. С чем это может быть связано? Это может быть связано с твоим личным индивидуальным опытом, когда ты как раз в одном из воплощений отреклась, скажем, от финансовой изобилии. Понимаете? Вот и все. Ну, кстати, вот Наташа пишет, у меня все нищие. Друзья, пожалуйста, послушайте меня. Я вас очень всех люблю и хочу, чтобы все жили в процветании. Пожалуйста, следите за своими словами все, что вы говорите. Когда вы проговариваете вслух, или пропечатываете, или прописываете во Вселенную, у меня все нищие, денег нет. Но откуда деньги появятся, вы сами подумайте. Конечно, все начинает перекрываться. перекрывается все с такой скоростью, что вы не представляете. Начните немножко заменять. Деньги приходят ко мне, деньги появляются, все стабилизируется, все нормализуется. Понимаете? Вот просто, да, вот Ксения умничка, мои деньги на пути ко мне. Понимаете разницу? Вот многие скажут, да что ты тут сидишь? Ты там сидишь, у тебя все нормально. А у меня тут все нищие, понимаешь? И что ты там, нам сейчас лечишь? Что ты вдупляешь? Понимаешь? Друзья, нет, вот здесь я могу поспорить. Слова имеют огромную силу. Пожалуйста, обращайте внимание на слова. Наши деньги, которые к нам приходят, в тонком уровне, все инертно, мы проговариваем, и материализация происходит через какое-то время, там не через час, иногда три дня, иногда три месяца. Но если мы начнем говорить, что я живу в потоке изобилия, любви, мы начнем притягивать, мы сто процентов начнем это притягивать, другое дело, соответствуем мы этому или нет. Потому что вселенную начнем сразу проверять. Ага, хочешь мужа, молодого, красивого, богатого, щедрого, сексуального, не высо, не толстый, без живота, чтобы давал деньги, а ты занимаешься спортом, ходишь ли ты на фитнес, грубо говоря, делаешь ли зарядку, правильно ли ты питаешься, а вообще само это есть живота или нет, понимаете? Во вселенной есть закон соответствия, про который мы забываем. То есть мы должны сто процентов соответствовать тому, что мы загадываем себе по жизни. Там не важно, делаем шаманскую карту, или мы ходим на тренинг исполнения желаний, или мы загадываем желание в Новый год. Вы загадали себе мужа или жену такую красивую, будьте добры соответствовать. Прекрасно выглядите, будьте подтянутыми, опрятными, красивыми, пожелыми, и щедрыми. Понимаете? Тема денег вообще интересная. Я сейчас хочу развить одну вещь, которая даст понимание. Да, вот Аня пишет, что в моем роду были раскулачены, и в моем роду были раскулачены, и по маме, и по папе. Это тоже программа определенной бедности. Это нечистая сила, которая через коммунистов, через красных, пришла на нашу землю, и совершила революции, гражданские войны, братоубийственные войны, вот, через силу вот этих темных людей делали раскулачивание, к сожалению, и в результате этого многих в роду вот эти программы негативные стоят. Мы будем сносить, мы сегодня будем порабатывать. Вот почему? Я хочу сказать одну вещь, вот, кому не понравится сейчас то, что я скажу, выйти из комнаты прямо сейчас. Можете закрыть, и вообще забыть про этот вебинар, про мою имя. Вот. Если кому-то не нравится, это ваши проблемы. Я сейчас скажу одну правду. Почему у некоторых людей нет денег? Почему? А если на самом деле одна причина. Сейчас куча знаний, как поработать с родом, как все эти негативные программы в стране. Денег нет у людей по одной причине. Потому что люди жадные. Сейчас я объясню это утверждение. Люди жадные, потому что если вы хотите, чтобы в вашей жизни было изобилие, были деньги, финансы, то будьте щедрыми. Например, если вы парикмахер, то стригите так, чтобы люди вставали к вам в очередь. Если вы пишите картины, пишите так, что картины у вас будут скупать за миллиарды евро. Если вы психолог, то консультируйте так, выкладывайтесь так на тысячу процентов, что люди будут вас обожать. Если мы делаем свое предназначение, например, ткема бережной пояса, кто-то повар, кто-то делает торты печет вегетарианские, без пальмового масла, кто-то в саду садовник, кто-то учитель английского языка, кто-то делает свечи. Понимаете? Если вы делаете что-то с любовью, вот вы обожаете свое дело, вы не жадны, у вас нет этой жадности. Вы делитесь знаниями, вы делитесь эмоциями, вы делитесь чувствами. Видите, бабушка не может перейти дорогу. Вам не жалко времени перевезти ее, вам не жалко открыть дверь в подъезд, проводить, поднять ее с пакетами. Видите, что бедная бабушка продает из своего сада какие-то свои чеснок, фрукты, овощи, вы обозрете все деньги и не берете сдачу, потому что вы не жадны. Вселенная вас отблагодарит. Люди, перестаньте быть жадными, просто делайте то, что вы любите, с огромной любовью. Тогда Вселенная изменит отношение к вам. Это очень большой секрет, это простая вещь. Все, чем бы вы ни занимались, будет иметь успех. Вы станете известными, успешными и богатыми. И почему я так вот, может быть, немножко самоуверенно об этом говорю? Я в жизни прошел такой путь, что трудился и работал по найму, и трудился, и был руководителем, и был спортивным тренером. Сейчас я живу так, как я мечтал раньше. Я путешествую по всему миру, провожу тренинги, знакомлюсь с очень интересными людьми, с очень обаятельными людьми, с красивыми людьми, с успешными. И все это только по одной причине, потому что я это искренне люблю. Если бы я пытался создать какой-то имидж духовный или что-то еще, меня бы перекрыли сразу. Понимаете? Очень важно, друзья, делать по жизни что-то с любовью, то, что вам нравится. Не пытаться делать это, чтобы понравиться кому-то или заработать какой-то там авторитет, какой-то имидж. Это все не работает. Есть люди, которые продают, им нравится вещи продавать. Не открывают магазин, продают футболки. Например, или какие-то другие вещи. Они делают это с любовью, они одевают людей, и у них возникает вот такое вот ощущение благодати. Понимаете, вы поймали вот этот момент? Поймайте, вот попробуйте сейчас первую практику, дам такую легкую. Сконцентрируйтесь на том, что вы сейчас делаете, и можете ли вы себе честно признаться, что все, что вы делаете, вы делаете с любовью, что вы испытываете трепет, что вы испытываете благовение, что вас начинает трясти, колбасить. Понимаете, вот когда я консультирую, у меня бывает день 10 консультаций. У меня в Москве, я приезжаю, у меня целый месяц, день по 8-10 консультаций. Каждый день. Но как бы я сильно не уставал, я могу спать 3 часа в сутки, могу спать 5 часов. Меня колбасит, меня трясет от того, что я получаю удовольствие. Это как оргазм, понимаете, это как экстаз. Потому что ты каждый раз помогаешь кому-то и видишь, что у человека открываются дороги. Поставьте плюсики в чате, те, есть ли люди, у которых вы испытываете удовольствие от того, что вы делаете. Я знаю, что все творческие люди поставят плюсики. Кто пишет картину, кто пишет музыку, например, кто детьми занимается, у кого частный детский сад, может быть, кто йогу преподает, да, те же, например, массажисты, которые делают целительский массаж с любовью. Поставьте в чате плюсики, чтобы я увидел, дабы, вот, например, процент людей, которые попали, как называется, поймали удачу за хвост, не отпускают ее. Вот это все, что нам нужно. Других, других никаких вообще вариантов нет, друзья. Я вижу, что много плюсиков. Это великолепно, это замечательно. Я рад, вот для каждого из вас я искренне рад. Я хочу, чтобы все сейчас, кто в комнате, уже там 270 человек перевалило, да, чтобы все у вас стояли плюсики. Зевоты, это чистки. Вот, да, вот видите, у кого-то астрологические консультации кайф. У меня тоже есть такой астролог, что мы уже после консультации еще 3 часа говорим, астролог говорит, мне как хорошо, я счастлив так консультировать, я так обожаю эту астрологию. Я говорю, я так тоже счастлив, что я встретил такого человека. Понимаете? Вот, и Ксения говорит, я хозяйничаю с любовью. Видите, какая счастливая Ксения. Да, молодцы. Поймайте, пожалуйста, друзья, сегодня полнолуние, такие мощные энергии, из мест силы, из руяна, сарконы, с капища свинтовида, с озера Светлояра. Поймайте кайф в том, что вы делаете. Сейчас прям провалитесь в эти ощущения. Вы видите, что завтра вы проснетесь с другим человеком. Это как индикатор. Либо у вас все ускорится, либо вам покажут, что вы не искренне. Если вы искренне, у вас все улучшится, сто процентов. Да. Ольга пишет, удовольствие и оплата работы не взаимосвязаны. Нужно получать удовольствие и ваш труд должен быть хорошо оплачиваемый, чтобы был энергообмен. Да, архитектор без любви свой дом не построит. Абсолютно верно. Это правда. Да. Видите, какие вы молодцы. Вы светочи, вы несущий свет в свою жизнь. вы несущий свет людям. Я сейчас счастлив с вами общаться. Найти свое предназначение очень легко, на самом деле. Просто понять, что на самом деле приносит тебе восторг. Вот то, о чем мы говорим, уже заключается в себе ответ на эти вопросы. Сейчас, кстати, будет практика. Готовьте, зажигайте свечи, энергия очень сильная. Вот, может быть, даже многие почувствуют эти энергии на себе, на своем теле. Иногда бывает такое, как пишет Лена. Раньше было так, а сейчас чувствую, нужно найти что-то другое, какое-то другое вдохновение. Понимаете, невозможно заниматься тем, что нас не вдохновляет. Все время все обновляется. Вода в реке обновляется, кровь обновляется. Друзья, практику желательно все-таки не лежа. Я все-таки не массажист. А с ровной спиной сидит с ровной спинкой. Итак, сначала бы я хотел провести обряд, обряд, который связан с тем, что мы устраним все программы безденежья в нашем пространстве. Это будет такой начальный этап, такая мощная энергетическая работа. Я вам потом несколько секретов расскажу, очень-очень серьезных секретов, которые, ну, если нет свечей, ничего страшного, я, считайте, за вас зажег. Подумывал за вас, позаботился о вас, если вы позволите мне. Смотрите. Эти моменты, эти знания, они могут быть для вас откровенными. Старайтесь все-таки их слушать, как знаки, и слушать свои вибрации в вашем теле. Все, что вы испытываете, все, что вы ощущаете. Это необыкновенный новый опыт, я вам хочу так сказать. Анжелика, в носках можно, в колготках можно. Надеюсь, что про нижнее белье у меня спрашивать не будет. По ходу чувством юмора кроме меня обладают еще все остальные, да? Носки, надеюсь, что постиранные были хотя бы свежие. Да. Все, у всех настроение поднялось сразу, все заулбались. Думали, пришел какой-то маг, черный колдун, длинные волосы, да, будет сейчас серьезные вещи говорить, а он тут всех веселит. Как будто комедиклад. Ну все, давайте. Спинка ровная, немножко все-таки сейчас будет сильной энергии. Возможный эффект тошноты, головокружения, раскачиваем, все, что угодно. Ну, после смеха вам это полезно будет. Да, луна имеет свой орел, мощный, живо. Знаете, у славян вот есть поверье, что у нас на Руси, вот когда были древние знания, в древние времена, когда была Ведическая Русь, было три луны. Леля, Фата и Месяц. Вот, некоторые нехорошие существа уничтожили две луны. Вот, Леля, это еще богиня любви славянская, богиня воды. Леля уничтожили, Фату тоже уничтожили, отсюда слово фатальность. Сейчас осталась только одна луна под названием Месяц. Вот, сегодня Месяц и как ее еще в Индарийской тратить назвать Чандра Деви, луна, богиня Луны, тарит нам свою мощную магическую силу. Вот, поэтому впитывайте вот эту магическую силу, пусть она напитывает каждого из вас. Итак, мои хорошие, закрыли глазки и сделали медленный вдох в плавный выдох. Дышим ровно, глубоко, спокойно. Ровно, глубоко, спокойно. Дыхание расслабленное. Я сейчас буду говорить, когда я вхожу в поток, у меня может меняться голос, у меня может меняться тембр, как будто через меня начинают говорить боги, высшие силы. Поэтому вы концентрируйтесь только на своих ощущениях, не нужно концентрироваться на других изменениях в пространстве. глазки закрыты. Почувствуйте, что медленный вдох и выдох дает нам мощную перезагрузку, мощное дыхание, расслабляет нас, диафрагма, спокойно, плечи не поднимаются. Каждый вдох и выдох дает нам огромное количество праны, жизненной энергии, жизненных сил. Повторяйте за мной все, что я буду говорить. Через мое высшее Я призываю силу пяти священных стихий. Огонь, воздух, вода, земля. Священная стихия, время, усиленное даже Богом. В этот божественный момент я призываю силу могущественного рода, силу высших богов, силу светлых богов, небесные сварги, пусть все программы бедности, безденежья, одиночества, безбрачия, пустоты, нищенства, будут трансформированы в божественные энергии любви. Гармонично осознанно здесь и сейчас через мое высшее Я обнуляю все программы безденежья, все деструктивные и негативные программы, препятствующие моему финансовому потоку. пусть будут растворены силы божественной любви здесь и сейчас в этот момент во благо моего рода да будет так, да будет так, да будет так. Сейчас смотрите как тысячи миллионов земных кармических воплощений связанных с отработкой программ бедности как отработавшие ступени космической ракеты отваливаются за вашей спиной как будто высыхшие хвосты старой змеи высыхают отваливаются почувствуйте легкость словно с плеч спадает рюкзак с кирпичами и мы попадаем в мощный поток изобилия который подступает к нашим ногам который подступает к нашему порогу к нашему дому и мы с легкостью впускаем в свою жизнь новый шанс новые возможности жить в богатстве изобилии процветания повторяйте дальше за мной через мое высшее я осознанно призываю энергии изобилия процветания войти в мою жизнь в этот божественный момент вместе с моим могущественным родом пусть мой род моя семья пребывает в потоке изобилия процветания богатства да будет так да будет так да будет так делаем еще раз медленный вдох плавный выдох ручки можем растереть и когда будем готовы глазки наши с вами открываем возвращаемся в физическое материальное тело добро пожаловать обратно у нас сегодня будет еще одна мощная практика концентрируйтесь я вас сейчас готовлю потому что энергия измест силы чрезвычайно мощная некоторые люди даже кто был на тренингах уже полтора месяца назад месяц назад где-то в Германии или пару недель назад в Свету Аяре испытывают мощный прилив энергии до сих пор да всех благодарю сильный поток головка болит сейчас пройдет ничего страшного покерпи немножко значит у нас с вами еще мощная будет практика проработка через рот пошла энергия да энергия идет ничего ничего мы еще сегодня с вами поработаем я еще не заканчиваю значит есть несколько очень хороших новостей значит для всех нас с вами даже если не успевал повторять все слова ничего страшного подсознание все усваивает так как у меня меняется полностью структура и через меня начинают даже иногда другие голоса говорить понимаете я не могу скорость слов говорить очень часто было что в Арконе на Руяне в местах силы у меня я начинал говорить стихами причем в течение 40-30 минут потом я не мог вообще даже вспомнить сейчас очень много заговоров рождается возможно со временем я выпущу книгу заговоров которые сейчас через меня приходят именно в стихотворной форме если болит голова значит были очень сильные программы в родных понимаете значит сейчас они устраняются и через 2 минуты будет облегчение может прям даже в чате написать что идет легкость такая боль в груди света это гордыня то есть убирается программа гордыни иногда мы из-за гордыни можем не принимать денежную энергию изобилия процветания благодати вот этой поэтому все симптомы в теле показывают нам внутреннее состояние да Наташенька жарко жарко как в бане живот вверх как-то зашевелился но это энергия пошла и живот это живо это жизнь зевота это наполнение силами новыми да поясница связь с бывшими сексуальными партнерами глаза волка это мой дух тот кто меня бережет может быть и даже твой тотемный дух покровитель вот ощущение что не хватает воздуха значит позволяй себе больше принимать изливки боль между лопатками скорее всего зона пробитая надо делать чистку пробитая зона но как было легкость а сейчас тяжесть это поменяется 2-3 минутки ощущение полностью поменяется сейчас мы с вами заземлимся а потом будем делать следующий практик вот согласно про гордыню да именно поэтому с личной жизнью проблема потому что надо к мужиков все таки уважать и самой быть девочкой а не мужиком понимаете иногда я говорю очень грубо но говорю точно в цель поэтому вы можете обижаться а можете менять свою жизнь в лучшую сторону выбор за вами Жанна пишет оказалась на горе передо мной был весь мир ночь огни как красиво да голова раскачивает проекторию восьмерки энергии денежной бесконечности любил старца скорее всего старец твоего рода понимаете я не могу объяснить все ваши видения потому что многие из вас здесь ясновидящие это вы мне должны рассказать что вы видели а не я да мешок с кирпичами вам пропустите хорошо когда вы заливаете и прослезлились это тоже мощное поступление энергии это мощный прилив энергии энергетической итак перед тем как мы будем делать практику с уродом она тоже очень мощная очень сильная видите кого-то выбивает люди заходят выходят 15 человек у нас сегодня очень много людей комната 300 человек вмещает а у нас почти 300 человек видите как хорошо что мы собрались я хочу создать намерение чтобы каждый из вас пробудился и совершил полную реализацию божественную семейную и материальную чтобы не было нужды чтобы у всех был финансовый пассивный доход дабы каждый не думал про питание а деньги приливались прилипали к вашим руках значит существуют две хороших новости первая это вебинар не просто так проходной не просто какая-то встреча сама по себе это целенаправленный вебинар с целью сказать вам такую новость что идет энергия ускорения и на даты которые практически совпадают на энергию ускорения на энергию ускорения вот запланирован великолепный тренинг по великолепной цене чисто символически вот сейчас я Галину про спиритес попрошу скинуть нам ссылочку в чат в общем друзья я не буду рекламировать я это дело не умею не особо люблю вот потом Галина немножко вам подробно расскажет я хочу вас пригласить на тренинг который будет происходить онлайн вот значит на этом тренинге теперь вторая новость что будет на этом тренинге тренинг будет посвящен как раз проработке потока изобилия вот то есть работа с денежным каналом непосредственно значит впервые впервые я буду использовать технологии только это секрет поэтому никому не рассказывайте это специально для вас информация значит на этом тренинге буду использовать технологии которые использовали древние магические ордена в том числе закрытые магические закрытые магические организации для усиления своих денежных эгрегоров и потоков суть работы заключается в том что мы будем работать в параллельном пространстве пространство будет создаваться этой информации нет в описании так как информация секретная если я буду рекламировать открыто мне просто не дадут провести этот тренинг но это пространство будет создаваться в параллельном пространстве относительно нашей планеты Земля откуда будет происходить мощная энергетическая работа подпитка будет происходить из космического пространства то есть это не объятный поток энергии который направлен на проработку задач каждого из вас у каждого свои задачи тренинг такой можно сказать это подарок для вас перед новым годом значит я уже сказал что чисто символическая стоимость очень мощные артефакты магические будут приобретены вот и очень сильная и мощные схемы для проработок усиления денежного канала каждый вот все что должен получить по максимуму в жизни придя на этот тренинг получится вот значит тут есть такой момент что для всех тех кто был на моих предыдущих тренингах которые мы проводили с Галиной про спирит за все время вот для вас идет специальная цена идет хорошая скидка вот и сегодня можно записаться уже на этот тренинг пройти по ссылочке вот по стоимости 3900 рублей чисто символическая стоимость поэтому добро пожаловать это такая вторая хорошая новость тренинг будет очень сильный сразу говорю мощный значит энергии накопленные в течение одного года из этих моих путешествий они будут тоже очень мощно краслируются передаваться поэтому записывайтесь так Света что-то пишет темный головной убор в виде драконных шипов крыль такие же с трудом пинет виталий все-таки ты видишь у тебя воплощения прошлое такие демонические все-таки вышел в золотой поток великолепно великолепно Света очень рад ну что друзья вот такие новости в этом году это у меня будет второй такой тренинг вот первый был там по-моему в феврале я уже сейчас не помню дело в том что сейчас вот все кто знаком уже с моими тренингами в курсе что я очень много путешествую следующий год у меня расписан уже на год вперед очень много выездных тренингов будет и Крым будет Таиланд будет Германия снова вот Нижний Новгород опять озеро Светлояр будет Аркаин и там эти тренинги закрыты туда может попасть ограниченное количество людей вот на этот тренинг может попасть неограниченное количество людей но скорее всего будут подорожания и если вы скажем в течение там трех недель будете сомневаться что стоимость просто будет повышаться поэтому сейчас значит по всем вопросам оплаты когда можно оплатить и как можно оплатить то можете написать Галине про спиритес вот зарегистрироваться и Галина поможет вам оплатить в Сочи ну Сочи у меня вообще в планах есть но на следующий год пока не планировал вообще не мешало бы в Сочи заехать так как есть предложение Сочи и Питер а то все Москва Москва значит Галина написал вам скайп по всем вопросам индивидуальной консультации чистки тренинг пишите пожалуйста Галине или он ответит да Нижний Новгород я уже был в этом году два раза даже город Кстова где провел открытую встречу было более 50 человек в следующий год у меня Нижний Новгород запланирован в феврале как раз не ошибаюсь да в феврале вот можете найти меня вконтакте там расписание есть Казахстан пожалуйста организуйте с удовольствием приеду я очень люблю природу Казахстана есть знакомый шаман оттуда даже вот с удовольствием приеду организуйте вот ну значит давайте все-таки сделаем сейчас практику информация передана по поводу замечательного тренинга записывайтесь на тренинг сразу проплачивайте пока есть такая возможность сразу скажу я провожу какие-то там закрытые встречи знания которые будут на этом тренинге они нигде не озвучивались это новые знания полученные знаете есть такое местечко недалеко от Арконы есть место которое называется по-германски Бергвал по преданию князь Вальдемар первый датский который разгромил Арконы и уничтожал в принципе славян и русов на территории современной Германии отправился вот в это место Бергвал где по преданию жили король и королева древнерусские и древнеславянские вот и где находилось все золото все золото острова Руян или острова Буян вот по преданию это золото было помещено в тайник под землей где до сих пор древнерусский царь охраняет его своей магической силой и жители этого мистического Бергвал на острове Руян до сих пор видят тени этого человека который появляется ночью как светящийся волк или старик выходящий из под земли вот в таких магических мистических местах на острове Руян в Германии мне удалось побывать с нашей великолепной замечательной группой друзей вот и в подобных сакральных местах были переданы подобные знания были переданы подобные знания мистические вот записывайтесь обязательно на этот тренинг он будет просто феноменальный это будет сенсация итак сейчас сделаем тонкую проработку денежного канала через рот займите пожалуйста удобное положение мои хорошие всякий максимально комфортно максимально комфортно дыхание ровно глубокое спокойное энергии сильные сейчас я даю энергию может и голова покружится ничего страшного вот зачем нужно охранять чтобы не осквернили потому что многие светилища из золота лежала на капище у богов и соответственно содержат энергию богов а так как темные силы пытаются осквернить древние светилища славян ариев и русов они хранятся бережно нашими богами нашими предками положение сидя ложиться не нужно что вы так любите лежать на моих тренинг не понимаю посидите немножко чата ребята спинка ровная макушка тянется к небу глазки все закрыли 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 дышим естественно концентрируемся на своем дыхании дыхание ровное глубокое каждый вдох и выдох нас успокаивает умиротворяет мы ощущаем глубокий внутренний баланс внутреннюю легкость воздушность расслабка внутренняя легкость дает ощущение прилива энергии сейчас мысленно настройтесь на свой денежный канал область солнечного сплетения или по-русски ЕРО манипура чакра сконцентрируйтесь на том ощущении что внутри солнечного сплетения начинает ярко сиять солнце солнце светит настолько ярко что вперед перед нами образуется мощный световой тоннель тоннель из света который образует перед нашим телом сотни десятки километров световой энергии световой мощной энергии теперь представьте что внутри этого светового тоннеля возникает очень мощная энергия подобно термоядерной энергии солнца теперь повторяйте за мной все что я буду говорить сила ярла усилий меня богами наставлено мною направлено богов призываю предков пращу силу свою ввысь направляй пусть каждый предок в колене моем деньгами заведующий солнце встает пусть сила богатства проявит меня пусть сила любви откроет меня ощущайте как мощные энергии вашего рода открывают наш денежный центр манипура чакра на новом уровне пусть все проекты запланированные нами до рождения в этом теле такие как продление рода создание семьи путешествия духовное развитие приобретение недвижимости будут реализованы каждому из нас в текущем воплощении максимально легко и просто ощущаете как мощный прожектор из солнечного сплетения ощущает впереди дорогу мы четко знаем куда нам идти мы знаем свои жизненные задачи мы знаем жизненные цели мы знаем ориентиры и приоритеты все лишнее отваливается от нас ощущаете как силы изобилия процветания проникают нашему непрочим мы есть поток любви изобилия и процветания повторяйте за мной через мой божественный род я принимаю энергию изобилия процветания вхожу в поток успеха и удачи принимаю благодарность благословения моего рода я принимаю богатство моего рода во благо моей жизни и судьбы да будет так да будет так да будет так теперь смотрите что прожектор солнечного сплетения расширяет свою светимость и заполняет комнату все пространство где мы находимся очищая наш дом наше жилище усиливая усиливая все эти поток мысленно скажите про себя благодарю 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 мой род небесных учителей можете поблагодарить меня а я благодарю вас за эту великолепную практику что вы работаете над собой улучшая свою жизнь и судьбу делаем медленный вдох плавный выдох когда будете готовы открывайте глазки возвращайтесь ваше физическое тело ручки можно растереть вот такая мощная серьезная практика добро пожаловать в наше материальное тело мои хорошие великолеп друзья молодцы мы сегодня в полнолунии сделали настолько мощную практику мы усилили свой рот я надеюсь что сейчас у всех все очень легко получилось все ощутили эти мощные живы вот можете написать на своих ощущениях в чате я могу ответить на 2-3 вопроса по теме после этого Галина еще более подробно расскажет про новый тренинг тренинг будет феноменальный напомню что сейчас для участников всех предыдущих моих 6 тренингов действует специальная скидка можете знать об этом у Галины для всех остальных действует тошнит да потому что программы старые уходят ничего страшного принимайте а я хочу напомнить да чудесные вибрации что сейчас осень вот приближается зима одевайтесь пожалуйста теплее берегите себя держите ноги в тепле пейте горячий травяной чай берегите своих детей близких любимых жен детей семья это важно пусть ваша семья будет защищена почаще собирайтесь вечером объединяйтесь зажигайте свечи вспоминайте род и предков травушки любые травушки чабрец зверобой мята копорский чай да энергия очень мощная я увидел свет необыкновенный свет сейчас вы получите ссылочку от Галины я еще раз вас благодарю за великолепный вечер друзья приходите на тренинг приходите на мои вебинары всех люблю крепко обнимаю до новых встреч ваш коллег Даргор Суздаль сейчас Галина вам поведает немножко информации про новый тренинг слава уроку друзья Олег огромное спасибо благодарю за такое прекрасное выступление действительно очень мощное очень насыщенное такой приятной энергетикой положительными эмоциями вообще просто праздник кстати Олег я после как тут выступ пожалуйста подожди меня мне нужно с тобой переговорить организационные вопросы решить да вот еще раз хочу подчеркнуть что не услышал что для тех кто состоит в чат и кто уже участвовал у нас я ссылку сброшу отдельную в чат в чаты для тех кто состоит у нас в чатах тренингов это тренинги там по биоэнергии по силе рода исполнение желаний и по магическим камням по магическим аспектам кристаллов вернили ой спасибо и мне доставилось благодарности как приятно да время быстро пролетело действительно записи все прекрасно работать и даже может стать двойне да ну пока послушайте про тренинг сейчас я еще раз брошу ссылку потом спрашивали будет ли запись запись будет получит те кто зарегистрировался на странице приглашения сейчас я еще разброшу так вот блог ой спасибо наталья спасибо спасибо все друзья я вас тоже очень всех люблю и сегодня очень рада что с вами вновь встретились очень рада действительно так тренинг называется рак изобилия денежный канал время проведения 25 до 29 ноября это пятница 2 декабря тоже пятница начало 20 часов это особенный тренинг феноменальный тренинг коллега Даргора для мощного усиления денежного канала на тренинге будут древние методы усиления денежного канала мантры достижения изобилия древнеславянские заговоры славы для достижения процветания сильнейшие энергетические практики манитуры вот сегодня Олег сам вначале рассказывал какие проблемы могут быть манитуры как эти проблемы определить что это нам может принести какие неприятности диагностика блоков манитуры еще раз более подробно все это будет рассмотрено вот ну и Олег сказал что вы же знаете что он ездил по скандинавским странам он сказал о том что в этом тренинге будут новые практики новые знания то есть он будет нам давать технологии которые использовались еще древними закрытыми орденами различными сообществами закрытыми для того чтобы усиливать наш денежный канал для того чтобы был у нас всегда чистым вот то есть будут задействованы мощные магические артефакты то есть этот тренинг таких тренингов я вам скажу просто я как организатор я же отслеживаю то что это дает но таких тренингов я больше не видела вот что вы получите придя на этот тренинг пройдя этот тренинг вернее так знания о древних камнях усиливающих денежный канал вот я уже говорила что тут будет работа идти со всех сторон мантры изобилия то есть смотрите у нас кристаллы включаются в работу мантры мантры изобилия славянские заговоры богатства то есть славянские техники расширение зоны верла денежного канала это тоже славянская по-моему техника методы работы с рунами для притока денег вот такого Олег вообще впервые вот что вот в этом тренинге еще впервые он почему-то даже не сказал ну может он имел ввиду что древние технологии закрытых орденов что он впервые дает нам методы работы с рунами для притока денег он с рунами работает давно но у него не было разрешения хоть какое-то обучение руническое ну вот здесь вот нам чуточку будем разрешили дать то есть методы работы с рунами для притока денег а вы знаете что руны это одна из самых может быть даже самая мощная вообще сила на самом деле техники огня для очищения ярла манипуры обряд рок-изобилия также будет на этом вы получите на этом тренинге стирание всех блоков и программ бедности которые тянутся к нам и по карме и по роду и еще неизвестно каким каналам могут быть обряд усиления денежного канала из всех предыдущих воплощений во как и ритуал раскрытия солнца как поток изобилия то есть вы увидите что тренинг просто вот феноменальный потрясающий если руны не работают тренинги Елена вот я ваш вопрос не поняла Елена спасибо я тоже очень рада я могу спасибо и контакт в Крым ничего да вот пишите на мой скайп вот любовь пишите и всем кому нужно сейчас я напишу его еще раз мой скайп не дальше написать чем его копировать галаник 888 да пишите там будет выйдет выйдет на английском языке Галина проспорит из проспорит из почему-то мне два раза это вышло я вам дам контакты для системы контакт реквизиты вернее для системы контакт нет проблем так надежды благодарю мне тоже очень приятно надежда я вас благодарю за то что вы приходите хотите обучаться хотите что-то новое узнавать так Лидичка только вы считаете что у вас руны не работают ну я не знаю вашу историю но я сама руну тоже изучаю и тут руны в данной ситуации не будут иметь отношения лично к вам это руны с которыми работает Олег и это как говорится сцена другая история не волнуйтесь а если вы считаете видите что у вас руны не работают там конечно может быть очень множество причин у меня тоже руны не всегда и не всегда работают тоже всякое бывает я разбиралась с этим и на третьем это будет почему на третьем а да по дням там же вы по дням прочитали давайте-ка я по дням тоже почитаю так еще раз освещу по дням там же не только руны будут первый день особенности особенные камни для денежного канала так что будет тут на тренинге обряды для ярла ну мы сегодня немножко начали коснулись уже этого техники огня для очищения ярла манипуры сегодня как раз музыку такую огненную включала с огнем живым стирание всех блоков и программ бедности реклама раскрытия солнца как поток изобилия то есть мы уже на первом дне уже сделаем этот реклама второй день ледические мантры изобилия славянские заговоры богатства стирание всех блоков и программ бедности обряд усиления денежного канала из всех предыдущих воплощений и третий день расширения третий день расширения зоны ярла денежного канала то есть там мы почистили теперь расширяем методы работы с рунами для притока денег техники огня для очищения ярла манипуры и обряд рог изобилия ну я уже говорила что у Олега обычно все тренинги нет какого-то там словословия или когда много воды у Олега обычные тренинги практические он проходит обычные тренинги так что какое-то вступление затем практическая работа затем какое-то время многое говорит для того чтобы у нас эти энергии у нас уложились что ли встроились вот потому что это энергетические практики требуют всегда какой-то небольшой потом следующая техника опять разговор обсуждение потом опять следующая техника вот так вот смотрите раз два три четыре пять каждый день по пять смотрю техник данной но я вам скажу что когда Олег начинает проводить тренинг вот уже сколько у нас 8 тренингов по-моему вместе провели вернее он провел а я организовывала каждый раз на тренинге появляется еще дополнительная какая-то информация которую он даже и не может и не собирался ставить потому что вы же понимаете Олег работает на открытом канале что называется и поэтому приходят всегда еще какие-то дополнительные вещи так что то что здесь прочитали вполне возможно что-то еще придет ну по крайней мере мой опыт работы с ним мне это подсказывает кто тоже у него учился то кто-то это знает так что-то написано запись будет с этого дня да запись будет так сейчас подбежите все а вот да можно обновить 5 это вот для Людочки написали звук есть звук есть так я вас тролли прослушала я поняла вас Натали значит для тех кто уже участвовал хотя бы даже в одном тренинге Олега это будет стоить 3500 я ссылку по окончанию своего выступления я немножко не доделала просто сброшу туда в чаты и смогут значит по этим ссылкам плачевать те кто состоит в чатах скидка будет для тех Любовь Степанец кто уже участвовал в тренингах Олега участвовали я вас помню поэтому для вас скидка будет теперь да какое число честно сказать мы с Олегом эту тему не обговорили потому что он только приехал много дел там на месте тут я была тоже занята так надо подумать на сегодня что у нас сегодня 16 октября воскресенье давайте вот неделю даю на оплату нормально до 22 вернее до субботы как раз рабочая неделя когда работают все банки разницы вроде сейчас нету кто может онлайн оплачивать и сейчас кто не может то в течение недели кому нужна какая-то рассрочка пишите мне пожалуйста сейчас будем решать и дать скажем хорошо мой чат ой ой скайп мой скайп так галамик 8 8 так костя в течение недели нормально вам платить я хочу просто чтобы никто не нервничал никого не было стресса чтобы все спокойно только через интернет Светлана да этот тренинг идет только через интернет на живом там другие тренинги проводят а этот тренинг будет проходить в конце ноября 25 29 ноября и 2 декабря хотя честно скажу ой этот тренинг получить вебинара да встречи еще наверное будем организовать Ольга по поводу участников клуба ничего сказать не могу вы знаете вы там в чате у себя пожалуйста задайте вопрос по поводу 20% я не думаю что для этого тренинга это наверное 20% для каких-то других тренинг так я пока проверю свой скайп сейчас всех добавлю так да вот я сейчас добавляю кого сказать пожалуйста сразу не молчите сразу пишите мне ваши вопросы хорошо чтобы мы с вами сразу выяснили так так вот тут мне написала Людмила с Украины Днепр Петровск вы укажите в каком чате состоите в чате какой тренинга вернее так так Елена из Красноярска я всем сбрасываю запись я в отдельности не рассылаю потому что это нереально поэтому те кто хочет получить запись пожалуйста регистрируйтесь на этой странице и вы все получите запись либо так сухо на нужный чат скайп Михаил Каналин дайте ссылку знаете что-то я не совсем наверное поняла я начало так подумала потом подумала что я наверное неправильно подумала так все у меня в скате по дорогим именем я в скате по дорогим именем у меня только Галина Просперитес какая-то нет других именем а понятно так значит и еще по поводу получения записи кто хочет получить запись сейчас сейчас минутку это вот сейчас я иду говорю именно по поводу получения записи не по поводу получения скидки вы можете вступить в группу успех и процветание помимо того что мы высылаем на почту но в связи с того что сервисы почтовые иногда глючат и почему-то не доходят часто мне пишут письма что не получают письма с записями не могу объяснить что у меня за политика такая почему не получают поэтому у нас есть еще два две группы в скайпе успех и процветание называется вот сейчас я посмотрю правильно да вот по этой ссылке вы можете вступить в эту группу эта группа для тех кто хочет получать записи в этой группе ссылки нет скидки нет скидка только для тех кто уже приобретал какие-то тренинги Олега как войти в группу Эмма Эмма вы какую группу сейчас говорите чтобы получить запись вот я сбросила еще раз напишу обозначу что это означает чтобы получить запись чтобы получить запись группу скайпы да теперь значит по поводу для тех кто приобретет тренинг я знаю что многие из вас уже приобретали знает как мы работаем то есть когда вы оплатите мы вам вышли в форму где вы заполните данные платежа потому что тут пришли люди не только по моим приглашениям но и по приглашениям других организаторов и у нас много разных систем для оплаты вот и у нас нет автоматического приема платежей поэтому чтобы мы не запутались и никого из вас не потеряли чтобы нам было четко можно идентифицировать кто куда за что платил мы предлагаем заполнить форму а после заполнения этой формы там просто на все данные куда платили когда и через через какую систему и ваш скайп после этого вы попадете в скайп группу то есть в группу в скайп такую же где вот сейчас люди получают скидки и будете в этой группе состоять также будет у нас открыта группа вконтакте где будут выложены выкладываться тоже да кстати одновременно два дела когда делаешь так чтобы получить запись регистрирую вступайте в эту группу в скайпе где семейная пара напишите в скайп да делаем где семейная пара конечно одна оплата 100% а за другую 50% так теперь да я по-моему сама не закончила свою мысль сейчас я к ней попробую вернуться что мы говорим а да группа будет также в контакте создана где будет эту группу будет заниматься моя помощница Элина Рвушина голоса извините вот и там будут выложены все записи тренинга и ссылки различные иногда бывает Олег дает еще дополнительные материалы в городе печатные вот и также в группе в скайпе тоже будут укладываться ссылки на вход в комнату потому что будем проводить тренинг в другой комнате ссылка на вход в комнату пароль и ссылки на записи всех трех дней тренинга и еще какие-то будут полезные материалы ну так же там можно делиться своими впечатлениями задавать вопросы Олег будет вам отмечать ну и ты между собой общаться тоже так что еще что еще я не учла давно не проводилась и потеряла немножко квалификации значит тренинг стоит 3 900 эта цена сохранится у нас до конца октября ну в ноябре конечно цена уже начнет повышаться поэтому делайте заказы сегодня обязательно кто хочет оплатить успеть до конца в течение этой недели вернее а дальше мы там посмотрим какие еще есть вопросы по проведению тренинга или по оплатам давайте я еще раз сброшу свои данные ну да когда проходит вебинар то мы обычно превращаемся в один такой дружный коллектив ну семью не знаю как сказать там потому что обычно меньше 100 человек не приходит на тренинге но один дружный очень коллектив может даже семей или сообщество как там сказали секта да это не секта конечно но сообщество такое так выбрасываю еще раз ссылки да через Paypal можно платить когда вы будете делать заказ там выходит последнее предложение оплаты на Paypal в принципе я могу вам сейчас прямо написать единственное что если вы не живете в Америке или Канаде то вам нужно тогда 4% прибавить потому что иначе тогда деньги с меня снимают если живете в Европе в России или еще где-то в других странах так Paypal 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 так Эмма я вроде сказала это будет тогда сейчас посчитать верну 3 900 3850 у меня 5 850 будет ну вы с одного компьютера на работе слушать по поводу консультации кто-то спрашивал консультации пожалуйста консультации задавали вопрос что система вы понимаете что там он просто предлагает перечень тем с которыми он может работать ну вот ну вы же понимаете что все все темы одновременно вам может и нужны и в то же время и за один час тоже не решить за одну консультацию записи техники работают прекрасно это же все энергетика понятно хорошо когда вам когда заплатите вам нужно будет заполнить две формы на каждого по отдельности да вот я сбросила консультацию по скайпу вот пожалуйста посмотрите какие вопросы ну иногда знаете все вопросы тоже невозможно предугадать дан общий такой список поэтому вы можете сперть вопросом которого там нет спросить только предварительно у меня сможет ли Олег с этим вопросом я у него спрошу если он в этом вопросе тоже работает он конечно вам поможет так что еще еще раз а кстати у нас еще есть группа ВКонтакте есть группа чтобы получить запись значит регистрируйтесь здесь по этой ссылке там кстати подарок должен приходить также можно включить вступить в группу в скайпе да и сейчас я найду ссылку в ох я убрала сейчас найду группу еще у нас группа ВКонтакте есть здесь на фейсбуке пока крутится у меня компьютер перегружен ссылками в Так, вот в Фейсбуке у нас корректировалась почему-то группа. Давайте сейчас. В Фейсбуке. Полина, да, я говорила, ссылку на 3500 я сброшу в чатах тренинга, где вы участвовали. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, группа ВКонтакте. Продолжение следует. И сейчас группа на Фейсбуке. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ну что ж, вопросы еще какие-то остались? Значит, еще раз мой скайп, если что-то кому-то непонятно с оплатой, или там нет реквизитов, которые подходят для вашей страны, пожалуйста, пишите. Мы найдем всегда у нас есть продюсеры, коллеги-продюсеры и спикеры по всему миру в разных странах, поэтому всегда найдем возможность поднять ваш платеж через кого-то другого. Да, Любовь, хорошо, сейчас я проверю. Спасибо. Ну вот. Может, куда я платила, но не сообщила. Ну, по крайней мере. Любовь, вы первая, наверное. Что-то сегодня у меня интернет, наверное, работает. Так. А вот кто-то на Сбербанк уже оплатил. На Яндексе Сбербанк оплатил. Да, друзья, когда вы оплачиваете, практически везде есть комментарии. Комментарии. Вот я лично, когда кому деньги посылаю, хоть на PayPal, хоть на Яндекс, хоть на Сбербанк, всегда везде есть возможность писать комментарии. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы по такому-то номеру, по такому-то счету оплатили. Даже можете написать свое имя, фамилию, номер счета. Или за что. Потому что бывает очень долго ищем, от кого деньги пришли. Вот сейчас мне на Яндекс заплатил эту сумму. Но кто, непонятно. Поэтому, чтобы мы не разыскивали, ау, ау, кто нам деньги прислал, пишите в комментариях, пожалуйста, по возможности. Вот из Европы иногда, я, честно сказать, что это понять не могу. Иногда мне переводят из Европы, что нам и не надо. Иногда почему-то с меня тогда высчитывают деньги. Давайте проведем эксперимент. Переводите без комиссионного сбора. Если у меня высчитывают, я вам просто пришлю скриншот экрана, вы увидите, и после заплатит тогда сумму. Да, сейчас PayPal у меня должно уже открыться. Да, Люба, степанец. Денежка пришла. Да. Любой. Будем считать у вас первым человеком, оплатившим этот клиент. Я не знаю, кто на Яндекс не заплатил. Все, Люба, благодарю вас. Значит, еще раз, друзья, здесь солнышко. Друзья, еще раз повторяю, когда вы делаете оплату, пожалуйста, прошу вас в комментариях хоть что-то писать. Пишите ваше имя. Фамилию и номер заказа. Все равно в форме, которую мы вам предложим, вам надо будет номер заказа прописывать. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте номер заказа. Это нужно для того, чтобы мы... Знаете, я просто, как говорится, я всегда говорю, я не бухгалтер, для того, чтобы не ошибиться и правильно по теме рассчитаться. Я же просто собирающих денег, а потом я их распределяю. Да, Любовь, я тоже рада. Спасибо. Рада со всеми с вами, друзья, опять общаться будем вместе в чате. На тренинге. И такой подарок мы сами себе... Олег нам сделал, и мы сами себе сделаем тоже. Сейчас я сделаю чат. Сейчас я ссылку доделаю, интерпретарь по чатам разбросаю, потом сделаю группу в скайпе этого тренинга. И уже будем туда потихоньку добавляться. Так, ну что ж. Вопросы еще есть? Я пока проверю, что у меня тут в скайпе происходит. Так, вот еще. Вот еще. Еще. Так. Что ж такое не так? Так. 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 В скайпе Людмила. Запись. Вот это выступление я помещу, ну да, наверное, во всех чатах, где уже для тех, кто уже участвовал в тренингах Олега и в группах в обеих успехов процветания и высланы будет тем, кто зарегистрирован на странице приглашения на почту. А запись тренинга будет выкладываться в той группе, в которой будут находиться участники тренинга.